Видеоканал Чеснок Видео и Михаил Чеснокове представляют Субтитры подогнал «Симон» Видеоканал «Симон» Видеоканал «Симон» Видеоканал «Симон» Наберите имя, под которым вы будете работать со сборником. Набрав имя, нажмите клавишу «Ввод» – «Enter». Для выхода из сборника нажмите клавишу «Escape». Вы включили компьютер. И перед вами на экране приглашение в систему Windows XP. Укажите, что вы админ. Для этого, передвигая мышь, установите указатель мыши на картинку шахматы. Вид указателя изменился в области картинки. Не передвигая мышь, щелкните левой кнопкой мыши. Для этого нажмите и быстро отпустите левую кнопку мыши. Для пользователя админ система Windows XP просит сообщить пароль. Вы знаете пароль администратора? Введите с клавиатуры админ. Нажмите Enter на клавиатуре. Пароль введен неверно. А может быть вы N? Щелкните левой кнопкой мыши картинку цветок. Для пользователя N система просит сообщить пароль. Введите с клавиатуры N и нажмите Enter. Пароль введен неверно. Видимо вы относитесь к группе пользователей User. В дальнейшем вместо длинной фразы щелкните левой кнопкой мыши. Будем говорить коротко. Щелкните мышкой. Или еще короче. Щелкните. Щелкните мышкой картинку лошади. После приветствия на экране появилось главное окно системы Windows XP. Его основные элементы. Рабочий стол. Панель задач. Значки. Щелкните мышью по свободной части рабочего стола. Щелкните мышью на свободном месте панели задач. Справа от кнопки Пуск. Найдите на рабочем столе значок «Мой компьютер» и щелкните по нему. Установите указатель мыши на кнопку Пуск на панели задач и прочитайте всплывающую подсказку. Щелкните по кнопке Пуск. Открылось главное меню системы Windows XP. Щелкните на свободном месте панели задач. Справа от кнопки Пуск. Главное меню закрылось. Установите указатель мыши на индикатор клавиатуры на панели задач. Прочитайте всплывающую подсказку. Установите указатель мыши в меню на строку «Русский». Строка изменила свою окраску. Сделайте щелчок на ней. На индикаторе клавиатуры проявилось «РУ». Окно «Базовые понятия системы Windows XP». Под окном понимают прямоугольное графическое поле на экране, посредством которого компьютерная программа взаимодействует с пользователем. Установите указатель мыши на значке «Мой компьютер». Дважды, без заметного перерыва. Щелкните левой кнопкой мыши. На экране окно «Мой компьютер». Основные элементы этого окна. Заголовок окна. Управляющая панель окна. Рабочая часть окна. Щелкните выделенные области. Заголовка окна. Щелкните выделенные области. Управляющие панели окна. Щелкните выделенные области. Рабочие панели окна. В правой части заголовка окна расположены кнопки управления окном. Кнопка «Свернуть окно». Кнопка «Развернуть окно». Кнопка «Закрыть окно». Установите указатель мыши на кнопку «Развернуть окно». Появится подсказка. Нажмите кнопку «Развернуть». Нажмите кнопку «Развернуть». Окно «Мой компьютер» развернулось на весь экран. Вместо кнопки «Развернуть» появилась кнопка «Свернуть в окно», обеспечивающая восстановление прежних размеров окна. Восстановите прежние размеры окна «Мой компьютер». Нажмите кнопку «Свернуть» в окне «Мой компьютер». Окно «Мой компьютер» исчезло с экрана, но сохранилась соответствующая ему кнопка на панели задач. Нажмите кнопку «Мой компьютер» на панели задач. Окно появится на экране. Для перемещения окна по полю экрана установите указатель мыши на заголовок окна «Мой компьютер». Нажмите левую кнопку мыши. Не отпуская кнопку, переместите окно в точку, отмеченную специальным указателем. Освободите кнопку мыши. Окно переместилось по экрану. Верните окно в первоначальное положение. Для изменения размеров окна перемещают его граничные элементы правую, левую, верхнюю или нижнюю границы, углы. Установите указатель мыши в середине правой границы окна. Изменился вид указателя мыши. Нажмите левую кнопку мыши и перетащите границу окна на новое место, отмеченное специальным указателем. Освободите кнопку мыши. Правая граница окна переместилась. Верните правую границу окна в первоначальное положение. Установите указатель мыши в середине нижней границы окна. Изменился вид указателя мыши. Нажмите левую кнопку мыши и перетащите границу на новое место, отмеченное специальным указателем. Освободите кнопку мыши. Нижняя граница окна переместилась. Верните нижнюю границу окна в первоначальное положение. Установите указатель мыши на правый нижний угол границы окна. Изменился вид указателя мыши. Перетащите мышью правый нижний угол на новое место, отмеченное специальным указателем. Верните правый нижний угол окна в первоначальное положение. Закройте окно мой компьютер. Конец демонстрации софта для компьютера «Изучаем Windows XP» или, как бы я назвал, «Изучаем ОС Окна ЖО». Ждите следующих видеороликов с участием этого софта и комментариями Михаила Чесноковая. До встречи, уважаемые видеозрители на канале «Чеснок Видео», который находится по веб-адресу. Остальные ссылки находятся в описании канала. Всем удачи и пока. До новых встреч. Будет ли прохождение этого софта или нет, я пока еще не знаю. Но если будут определенное количество отметок в «Нравится», комментарии, подписки и просмотры, естественно, то, конечно же, я буду продолжать это дело обозревать. Все. Всем пока. Еще раз. Субтитры создавал DimaTorzok